Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях клирик храма «Покрова Престопь Городицы» в Красном Селе города Москвы отец Михаил Асмус вместе с матушкой, супругой Натальей Станиславной Асмус. Здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Иерей Михаил Асмус в 1995 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова факультет филологии. В 2009 православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет факультет теологии. Отец Михаил является клириком храма «Покрова Престопь Городицы» в Красном Селе города Москвы, преподает в Московском государственном университете имени Ломоносова, а также является секретарем синодальной богослужебной комиссии. Его супруга матушка Наталья Асмус в 1997 году окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных факультет хоровое дирижирование, а также православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет факультет церковного пения. Является руководителем детского отделения Московского синодального хора, а также церковным регентом. Сегодня мы с вами поговорим о вашей разнообразной деятельности на благо приобщения молодого поколения к церковной жизни. Но начать я хотел бы с очень, как мне кажется, важного проекта. Благодаря вам он появился на свет и проходит уже в четвертый раз. Я имею в виду церковно-певческую олимпиаду для детей. Расскажите, пожалуйста, что это за проект, как он появился на свет, что он из себя представляет? Эта история началась четыре года назад. Все ушли на дистанционное обучение. Пандемия. Да. И мы, пользуясь возможностью, решили дать нашим детям расширенное представление о строе богослужения, о церковном пении, о связи между иконописью и гимнографией, о духовном творчестве композиторов, о колокольном звоне. И я естественным образом обратилась к отцу Михаилу, в первую очередь не как к своему супругу, а как к специалисту по византийской гимнографии, специалисту по древним языкам и церковно-славянскому языку. И как к человеку, который умеет достаточно сложные вещи объяснить простым и ясным языком. Собственно говоря, так и произошло зарождение Олимпиады по церковному пению. Когда мы получили первые задания и первые материалы, то стало понятно, что у этого проекта есть большой духовно-просветительский и образовательный потенциал. Мы поделились идеями с Алексеем Александровичем Пузаковым. Ему это все очень понравилось. И, конечно, нельзя не сказать о том, как нас поддержал владыка Амвросия, митрополит Тверской и Кашинский. И лично поддержал, и он очень горячо воспринял саму идею и сам этот проект. И нужно отметить, что не только его духовная поддержка нам очень важна, но и то, что от Тверской митрополии участвует самое большое количество учеников в этой Олимпиаде. Давайте мы прямо сейчас послушаем владыку Амвросия. У нас есть видеофрагмент, он специально записал для нас. После чего продолжим. Центральным нервом в церкви является богослужение. В детстве я хорошо помню, как богослужение захватило меня всецело своей красотой, пением. И я остался в церкви навсегда. С детских лет знал устав, гласы, богослуженные песнопения. И когда поступил в духовную семинарию, то мне было очень легко, потому что многое из того, что преподавалось, я уже знал на практике. Потому что с детства принимал участие в приростном чтении и пении. Сегодня в нашей церкви есть замечательное явление. Это Олимпиада по литургике, по богослужению для детей, школьников, для юношества. Это замечательная возможность нашим молодым прихожанам явить свою церковность. Ведь именно по узнанию устава в каком-то смысле этой церковности определяется. Могу с большой радостью сказать о том, что три года подряд Тверская митрополия является самой активной в участии в данной Олимпиаде. Надеюсь, что эта традиция продолжится дальше. Мне хотелось бы пригласить к данной Олимпиаде учеников наших воскресных школ, маленьких юных прихожан наших православных храмов. Для того, чтобы показать свои знания, поделиться ими с другими, познакомиться друг с другом. И вместе сообща явить свою любовь к церкви и к ее богослужению, которое является самым мощным миссионерским призывом в нашем мире. Скажите, пожалуйста, а кто может принять участие в этой Олимпиаде? Какой возраст? Ученики чего? Музыкальных школ или специализированных каких-то школ? Это хороший вопрос. Олимпиада рассчитана на очень широкий круг церковных детей. Это и учащиеся воскресных школ, и школ хорового пения, общеобразовательных школ и гимназий с православным уклоном, или просто церковных. Таких много у нас, по лицу нашей Родины необъятной. Принимают участие даже и музыкальные школы. У нас, например, оказывается, существует программа церковного пения в качестве дополнительной программы обучения в музыкальных школах, четырехлетняя. И вот почти каждый год у нас учащиеся в музыкальных школах тоже принимают участие. Речь идет о том, что Олимпиада рассчитана на широкий круг детей, и она не требует глубоких музыкальных знаний. Что важно, в первую очередь? Материалы выстраиваем таким образом, что участвовать могут дети, даже не владеющие музыкальной грамотой и не поющие реально в хоре. А по каким дисциплинам проходят соревнования, если можно так назвать? Да, ну, Олимпиада – это действительно такой интеллектуальный марафон, интеллектуальное соревнование, поскольку церковный певчий, он должен знать множество дисциплин смежных. Это и, в первую очередь, богослужебный устав, и гимнография, то есть устройство наших песнопений, как они с литературной точки зрения устроены, каково их содержание, каково их место в богослужении, ну и, конечно, знать историю церковного пения, которое представлено именами, фактами, историческими какими-то событиями. Все это находит место в нашей Олимпиаде. Четвертый блок – практический. В четвертом блоке нужно со слуха определить начальные слова песнопения, проигрываются треки специально отобранные, и указать их место в богослужении. Для выполнения всех этих заданий нужно, в первую очередь, быть человеком церковным. Нужно, чтобы все богослужебные тексты, основные, по крайней мере, были на слуху у ребенка. Иначе ему будет очень тяжело выполнить эти задания, потому что невозможно освоить огромный пласт богослужебных текстов за какой-то месяц подготовки, с тем, чтобы потом отвечать правильно на вопросы. Но это что касается базового участия. Но, конечно, мы не забываем и про одаренных детей, и про тех, кто владеет музыкальной грамотой. И для них есть специальные необязательные задания, творческие и другие, музыкальный анализ, допустим. И эти дети, конечно, получают отдельный приз. Мы в год трехсотлетия синодального хора просили сделать музыкальный анализ партитуры пасхальной стихиры, определить черты гармонизации, присущие Московской школе духовной музыки. Какой-то сложный вопрос. Мне кажется, это даже для консерватории такой вопрос непростой. Ну, был дан предварительно материал, в котором основные черты гармонизации духовной музыки именно вот этого Московской школы, направления этого, он был дан. И дети справились. Ну, не все, конечно, но у нас было шесть призеров вот именно в этом вне конкурсном задании на особый приз Московского синодального хора. А в прошлом году задание было еще интереснее, еще сложнее. Нужно было, используя композиторские приемы диакона Сергия Трубачева, гармонизовать тропарь воскресный восьмого гласа, предварительно его переведя из квадратно-линейной нотации в итальянскую, в круглую ноту. Какого возраста дети справляются с этим заданием? Ну, такие сложные задания, конечно, рассчитаны на старшую группу. У нас две возрастные категории. Детская с 9 до 14 лет и юношеская с 15 до 20. То есть, в принципе, на самом деле, у нас могут принимать участие и ученики старших классов школ, и даже учащиеся студенты первых курсов училища, семинарий и институтов. И все это проходит в онлайн-формате, да? Все это проходит в дистанционном, так лучше сказать, формате, потому что мы готовим материалы ежегодно, рассылаем их всем, кто прислал заявку. Люди на местах готовятся под руководством ответственного, готовятся дети, да, готовятся к написанию Олимпиады, выбирают сами дату, сообщают нам. Накануне написания мы высылаем задания. Эти задания распечатываются на месте, потом дети их заполняют. В этот же момент, во время написания, ответственные за проведение, они обеспечивают проигрывание вот этих самых песнопений, треков. Это четвертый блок Олимпиады. Еще, конечно, в их зону ответственности входит обеспечение богослужебными книгами, потому что невозможно разбираться в богослужебных песнопениях и в устройстве службы, если не обращаться к самим книгам. Это один из важнейших элементов, таких педагогических элементов, которые включены в нашу Олимпиаду, это обращение к богослужебным книгам. И в этом смысле все, очень большая роль отводится именно ответственному за проведение Олимпиады на местах. То есть получается у нас, что подготовка, проведение и награждение грамотами, потому что по результатам Олимпиады мы награждаем призеров грамотами, специально разрабатываем каждый год у нас очень интересный, красивый дизайн, и мы грамоты печатаем и рассылаем почтой. На местах проходит награждение. А давайте обозначим сроки проведения. Ведь в этом году Олимпиаду только предстоит провести. До 20 декабря ответственные выбирают дату написания. И к 25 декабря мы планируем уже огласить результаты. Имеется в виду, что в диапазоне между 1 ноября и 20 декабря должна быть работа написана. Давайте мы продолжим чуть позже беседовать об Олимпиаде. А сейчас я предлагаю посмотреть еще один фрагмент, который специально для нас записал заслуженный артист России, руководитель Московского синодального хора Алексей Александрович Пузаков. Что он думает по поводу этого проекта? При Московском синодальном хоре вот уже 10 лет действует детское отделение. Одним из очень значимых результатов его деятельности является ежегодная Олимпиада по церковному пению для детей и юношества. Через это знание дети приобщаются к русской духовной музыкальной культуре, которая насчитывает не одно столетие. Хочется от всего сердца пожелать и организаторам, и всем участникам Олимпиады Божьей помощи и дальнейшего возрастания на пути служения русской православной церкви. Отец Михаил, я знаю, что Олимпиада, она достаточно творческий процесс. У вас в первом, скажем так, в первом сезоне было очень творческое задание, которое вы принесли даже в выдержке, цитаты участников. Можете нам прочитать и рассказать? Да, совершенно верно. В первой же Олимпиаде 2020 года мы дали детям возможность высказать свои мысли относительно того, какие качества необходимы сегодня в наше время церковному певчему, церковному регенту и церковному композитору. Ну, естественно, каждый вариант отвечал на свой вопрос. Что же должен уметь? Ответы были очень глубокие, которые показали, что наши дети, они и умные, и верующие. И что нас очень порадовало. Потому что, по большому счету, Олимпиада, хоть она и называется церковно-певческая, но она берет намного более широкий пласт, а именно это можно ее назвать тестом на церковность. Потому что если человек посещает богослужение, а если он живет в этой стихии церковной службы, церковного пения, песнопений, которые звучат, может быть, он даже не умеет сам их петь, но он их слышит, он пропускает их через свое сердце, через свое сознание. И дети нам выдали вот такие очень глубокие и проникновенные ответы. Вот мальчик Максим, 10 лет. «Регенту нужно огромное чутье к музыке. Чтобы вступить правильно и в нужное время, надо знать наизусть всю последовательность литургии. Регент должен знать все напевы и гласы». Это, между прочим, очень важная проблема, которая затрагивает современное состояние русского церковного пения. Еще про певчего. Церковный певчий обязательно должен быть верующим, так как внутреннее содержание человека отражается на звуках, которые он издает. Также для него желательно наличие музыкального образования и приятного голоса, «Так как пение должно помогать молиться, а не отвлекать, не вводить в искушение, не раздражать». Это сколько лет ребенку? Это девочка Насте, 18 лет. Также певчий должен быть благоговейным, иметь страх Божий, старательно исполнять послушание. Какие мудрые мысли. Вот. Еще одна девочка, Аня, 16 лет. «Я считаю, что композитор должен писать именно…» Это про композитора уже. «Я считаю, что композитор должен писать именно богослужебные песнопения, а не просто музыкальные произведения. Он должен вкладывать в создание свою душу, ведь потом с помощью его творений певчие будут восхвалять Господа. Он должен писать произведения, красота которых не будет затмевать смысл, ведь люди должны слушать не мелодию, а вникать в слова богослужебного песнопения. И здесь, хотя девочка еще совсем юная, но она затрагивает очень важный момент церковного пения – это гармония между формой и содержанием. И в каком-то смысле приоритет слова, конечно же, в богослужебном пении. А скажите, как приобщить детей к церковной жизни, чтобы они понимали, что это такие глубины? Ведь порой даже взрослые не всегда на службе понимают, что происходит. А дети об этих вещах говорят осознанно. Вы как наставники, как педагоги, как обучаете детей? Как это сделать доступно и не в тягость, скажем так? Для меня очень важен принцип «не навредить». То есть оставить в душе ребенка, во-первых, место для Бога, чтобы Господь и душа ребенка взаимодействовали. Это с одной стороны. А с другой стороны, максимально раскрыть то, что я люблю, чем наполнена моя жизнь. Это любовь к церковному искусству, любовь к музыке и к духовной, и к светской. То есть показать детям на примере музыкальных произведений, духовных песнопений, и то, как душа человека может приблизиться через свое творчество к Богу. Вот такие педагоги, как вы, это очень нужные люди. Но бывает так, что подросток, например, он слушает вас, он понимает все, но потом возвращается в школьный социум, который абсолютно не воцерковлен. И бывает, что подростки теряют интерес к церковной жизни. Как быть в таком случае? Как быть родителем в таком случае? Я думаю, что у нас есть время для воспитания до этого сложного периода. И вот все, что мы можем дать, все хорошее, все, чем мы владеем, мы должны ребенку передать. Я уверена, что вот то семя, которое будет в его душе посеяно, оно не уйдет. Это невозможно. Мы участвуем в московской олимпиаде уже четвертый раз. И с нетерпением ждем каждый год эту олимпиаду. Нам очень нравится, как отец Михаил рассказывает довольно-таки сложные темы простыми словами. Эта олимпиада решает наш кугасок. Нам очень нравятся творческие задания. Наше самое любимое творческое задание – это музыкальная викторина, где мы узнаем по слуху разные песнопения. Благодаря этой олимпиаде мы осознанно подходим к благослужениям и хорошо знаем церковный крым благослужений. Церковная жизнь – это не просто вот из-под палки ходить в храм, а что это еще и жизнь человеческого духа во всем его богатстве и глубине. Вот мне кажется, что при общении детей именно с этой стороны к благослужению, к церковной жизни, оно должно тоже принести свой плод и свои результаты. Спасибо вам большое за эту беседу. Я предлагаю наше интервью продолжить в следующем выпуске программы. А прямо сейчас давайте завершим эту программу выступлением вашего замечательного коллектива – детского синодального хора. Песня «Хорошия opened last night» Песня «Хорошия opened last night» ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»